Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Время и дети на Пилот-Радио. Меня зовут Анастасия Николаева. Здравствуйте. Мои соведущие Артём Фёдоровс, основатель среды образовательных возможностей Совум и Павел Хилько, основатель детского клуба «Верх тормашками», арт-педагог и психолог. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. В программе «Время и дети» мы знакомим вас с профессиональными мнениями по самым разным вопросам детства. Что делать, а чего не стоит делать, чтобы наши дети росли счастливыми, умными, здоровыми и успешными. Это мы выясняем из программы в программу вместе с нашими слушателями. После такого отпуска практически в два месяца мы снова вернулись в эфир. Мужчина-охотник, женщина-хранитель очага. Папа мастерит и строит, мама готовит и стирает. Очень долго в нашей стране были именно такие представления о роли мужчин и женщин и о разделении труда. В Советском Союзе женщины наравне с мужчинами работали на предприятиях, строили дороги и дома. Именно тогда и стал возникать образ супер-женщины, которая несёт двойную нагрузку. Она – передовик на производстве, домашнее хозяйство у неё в превосходном порядке. А что сейчас? Ну, как принято шутить о модели счастливой семьи. Папа работает, мам красивая. Но самое главное, что дети учатся на примерах и зачастую копируют своих родителей. Каковы роли мужчины и женщины в современном мире? И самое главное, каковы роли родителей в воспитании детей? Об этом у нас сегодня и пойдёт речь. Ну а видео-версию сегодняшнего выпуска программы «Время и дети» можно будет найти на портале Твериград. Итак, сегодня тема эфира – гендерные различия, роли мужчин и женщин в воспитании детей. Ну, давайте по традиции мы начнём вообще с объяснения, что такое гендерные различия. Да, и по традиции возьму на себя эту роль, такую мужскую. Хочу сказать, что вот, готовясь к передаче, тоже у меня шли разговоры со знакомыми, и чаще всего половую принадлежность, пол и гендер считают синонимами, тождественными словами, которые взаимозаменяемы. Но если разбираться глубже и посмотреть в историю слов, то это две разные вещи. То есть пол – это как раз совокупность физических особенностей, которые помогают отличить мужскую особь, скажем так, от женской. А гендер – это как раз набор характеристик, которые культура приписывает разным полам. Это модель поведения, которую общество ожидает от мужчины или от женщины. И, соответственно, в связи с этим развилось ещё такое понятие, как гендерная роль. Не мужская именно, женская, а гендерная. Понятие пошло так обильно развиваться, было внедрено. Но где-то с 80-х годов прошлого века один из учёных-психологов его ввёл, изучая как раз поведение мужчин и женщин в семье и в социуме. И причём гендерное поведение распространилось не только на роли мужчин и женщин в семье, но и на социальное поведение. То есть самый грубый пример – родина-мать. То есть мы переписываем какие-то женские особенности в нашей стране. Или в той стране, в которой вы родились. То есть она нас защищает, кормит, воспитывает и всё остальное. Ну и примерно вот такие вещи. И вовсе не потому, что страна, она моя женского рода. Ну или можно даже так сказать. Вот такое самое яркое, что было у нас, скажем так, из советского прошлого. Поэтому в связи с этим, вот о чём разговор идёт, что гендерная роль мужчины, какая она была раньше и какая она становится сейчас. Мы не будем затрагивать тему, ну как мы говорили с вами, да, сексуальных отношений. То есть это совсем другая вещь. А вот именно воспитание и роль мужчины, женщины, ну в части вот этой вот гендерной вещи, которую все видят, их как раз интересно обсудить. То есть если раньше мужчина, кто был, кормилец, добытчик, там, я не знаю, ну тяжёлые профессии ассоциировались, так или иначе, больше с мужчинами, чем с женщинами. Хотя правильно вы сказали, что женщина в Советском Союзе работала везде, потому что это пошло с войны, да, с Великой Отечественной, когда просто не осталось мужчин, и потом их стало... Да, и женщинам наравне с мужчинами нужно было выходить и работать на производство, и в том числе они занимали руководящие должности. Если не сильнее, потому что я думаю, что немало примеров, когда комбайнёр женщина, когда председатель совхоза у меня, прабабушка председатель совхоза была во время войны, вот, и всё остальное. То есть это, ну, ситуации в жизни, то есть некоторые просто вот, которые идут, они меняют роли и меняют поведение людей. Но, тем не менее, в кругу семьи было принято, что женщина стоит у нас у плиты, ростит детей, ухаживает за ними. Так, а мужчина где стоит тогда? Вот, да, вот тут вопрос. Мужчина добытчик, мужчина знает как, он что-то там ремонтирует, возится в гараже, вот такие, знаете, примеры, которые я прям вижу из фильмов, из всего, да, там, и ходит на рыбалку ещё. Вот. Но, заметим, уже не ради пропитания ходит на рыбалку. Да, да, да. То есть даже, если так посмотреть, то вот в этом, в этих, как бы, в этом сценарии не видно женского хобби, то есть её интересов. То есть даже если сказать, что... А как мама отдыхает? А мама не устаёт. Ну, или так, да, или там, она, повяжи, вот сейчас, да, шутка есть, говорит, что ты пришла домой, расслабься, иди и поготовь, там, поубирайся или ещё что-нибудь сделай. Вот. Отдохни от работы. Вот. То есть если даже женщина вязала, ну, она, может быть, и расслабляется, какой-то релакс испытывает, но, тем не менее, это занятие, это работа, это связать свитер, связать шапочку, связать ещё что-то. И вот такие вещи. А сейчас, что происходит сейчас? То есть самые такие яркие примеры, которые обычно выскакивают в сетях, там, ещё где-то скандинавские страны, когда мужчина на себя берёт некую такую, да, ну, вот, опять-таки, трудно мне это говорить, гендерную роль женщины, да, когда он начинает оставаться с ребёнком в декрете, когда он ведёт хозяйство. То есть если домохозяйка раньше считалась женщиной, всегда, сколько посмотреть фильмов в Старой Америке, когда женщина только домохозяйка, да, там, или когда вот инструкцию, да, мы читали сегодня о женщине. Мы потрясающе нашли инструкцию из советской энциклопедии 60-х годов, как нужно, к сожалению, не распечатала я сейчас с собой, как нужно встречать мужа. Смысл её в том, что мужа нужно встречать обязательно в хорошем настроении, все дети должны быть накормлены, умыты, переодеты. Женщине также советуют надеть фартук, прикрепить волосы какой-нибудь бант, встречать мужа радостно, с улыбкой. Дети должны построиться, поприветствовать папу. А потом его накормить и ни в коем случае до этого с ним в разговор не вступать. Далее папа должен почитать, и потом можно попробовать с папой поговорить. То есть это действительно, это не нами не утрированная, не придуманная вещь, это книга по домоводству 60-х, да, 60-х годов. Ну вот, да, то есть вот роль женщины, роль мужчины. Что мужчина должен сделать в этой, как бы... Покушать, почитать. Да, тут вот не особо понятно дома. Вот, и еще хочу сразу сказать, что мы ни в коем случае не говорим сейчас о такой вещи, как о равноправии. То есть оно, понятно, должно быть, но это вообще отдельная тема. И тут гендерная роль вообще ни при чем. То есть если равные права женщине и мужчине, там, я не знаю, занятия должности, да, там, ну, на рабочих профессиях, или в голосовании, или еще в чем-то, ну, тут маленько не сходится. Тут, скорее всего, социальные структуры идут, вот, которые маленько по-другому выглядят. Вот, вот примерно об этом мы и хотим поговорить. А, ну, вот вы сказали, да, про скандинавские страны, что в скандинавских странах, как правило, вот сейчас какое-то... Это просто ярче. Ну, не то, что там бум идет, но, по крайней мере, да, действительно, это ярко выражено. Говорили мы и про Советский Союз в послевоенное время. То есть социальная среда, она в любом случае, вот эта внешняя среда, она влияет на человека, там, в распределении ролей именно в обществе, то есть не дома, а именно в обществе, то есть что женщине приходится работать там наравне с мужчиной, на каких-то, ну, тяжелых работах, на производстве. А почему вот в Скандинавии это ярко выражено? Там тоже какие-то внешние условия влияют на то, что мужчины уходят в декрет? Я думаю, что это не только скандинавская тема, вот, это, скорее всего, тема более широкая, потому что наш быт, наше взаимодействие в социуме и наша культура, она двигается вперед, она изменяется, и в первую очередь быть меняется, возникает, появляется техника различная, да, которая смещает роли, которая компенсирует их, которая позволяет и мужчине спокойно постирать, и приготовить еду, то есть это не какие-то специализированные... То есть нажать на кнопочку может любой. Да, конечно, загрузить там, отмерить что-то. Вот, то есть смысл в том, что за счет этого нету профессионального разделения, да, чтобы одни не могли заниматься чем-то, тем, чем занимаются другие. И в данном смысле получается, что вот это вот сильное разделение, оно начинает растворяться, то есть разделение, ну, исчезает. Ну, границы смываются. Конечно, смываются очень сильно, и в данном случае получается, что и социум на это реагирует, и культура тоже. Ну, вот как, да, раньше считалось, вот если ты там настоящий мужик, что, особенно вот там уральские мужики, что значит, ну, просто вот, наверное, такой какой-то стереотип существовал, если ты настоящий мужчина, что значит, ты будешь стирать или развешивать белье. То есть если ты стираешь и развешиваешь белье, вот ты кто, ты получается, ну, следуя этой логике, уральский такой подковлучник, или ты прогибаешься и перед там женой, то есть это не очень хорошо, значит, ты там мягкий, не выполняешь вот свою роль. Вот мы говорим, что грани сейчас стираются. Это что? Это уступки? Это равноправие? Это некий прогресс во взаимоотношениях полов? Как вы это охарактеризуете? Я бы это охарактеризовал, наверное, прогрессом времени. То есть, смотрите, вот все, что вы сейчас привели, да, понимание, вот возьмем, просто войдем в быт исторический, мужчина за плугом, женщина по хозяйству. То есть мужчина брал на себя все-таки более тяжелую вещь. Ну да, почему? Потому что он сильнее, женщина может надаваться физически. Да, физически. Дальше пошло, опять-таки, то же самое разделение. Женщина за хозяйством, мужчина на завод. Ну и так далее, и тому подобное. Переломы произошли, вот как мы уже и сказали, да, в некоторые катастрофические моменты, когда мужчин стало меньше или еще что-то. То есть когда не хватает рук сильных, используют все подряд. Причем и детские, мы говорим, ну, про все подряд я имею в виду, и детские руки, и любой труд может быть использован. То же самое было и в революции в промышленные. То есть если смотреть там Англию, да, где там бумами они шли, или у нас, или еще где-то. То есть когда не хватало мужских рук, и женщин приглашали на работу, но они, опять-таки, если брать по истории, и меньше оплачивались, и должны были работать больше, или еще как-то. И детский труд использовался, и любой труд использовался. И вот общество как бы развивается дальше. Как правильно Артем сказал, меняются нагрузки и дома, и на работе. Соответственно, женщина может заняться одним, вторым, третьим. Вот. Плюс интерес. Вот давайте маленько начнем сдвигаться с вот этого прогресса и интерес. То есть каждый рождается со своим каким-то интересом, к чему стремится, с талантом, или еще как-то его назвать, одаренностью. И если женщине интересно ковыряться в микросхемах, или крутить болты... Не нужно всех поголовно ставить к плите. Да, да, да. Или крутить там гайки. Сколько сейчас в ТикТоке можно посмотреть рабочих девушек, которые там с микросхемами, с гайками, там на станке с древесиной работают. Это прекрасно. Мне это очень нравится. Вот. И мужчин, которые готовят, занимаются с детьми, я не знаю, там, воспитанием, развитием, там, психологи. Тоже куча. Вот. Некоторое смещение. Да, Артем. Да. Здесь еще с другого аспекта в этой же теме можно зайти. В том плане, что физический труд, какой он был раньше, сейчас он уже не присутствует. Мамонт уже убитый, лежит и упакованный. Да, даже на заводах уже. То есть никто уже вручную там не перетаскивает грузы. Это делает транспортная техника. И ее сейчас такое количество, что человек нажимает кнопки. Нужно правильно уметь управлять этим просто, и все. Ну и в большинстве своем земледелии, это, как правило, все-таки в большинстве своем, если мы берем более молодое поколение, то это уже как хобби, а не как с пуском жирной. Это, скорее всего, две клубнички и две розочки. То же самое, нет, здесь то же самое. А в земледелии уровень автоматизации, уровень использования техники возрастает еще больше. Ну я не говорю про промышленное производство, а именно про предмоговое хозяйство. Да, это становится не нужным. Это как хобби только, да, действительно. Я тут нашел электрическую тяпку. Вот, я никогда об этом не слышал, но есть электрическая тяпка. Как она работает, я не понимаю. А, ну вот видите, да, то есть у нас тоже к земледелию человек уже приходит. Да, почти впереди планеты всей там по роботизированным, роботизированным комбайнам. Комбайн сам ездит, даже без человека, без оператора, без никого. То есть ему определяют поле, задают, все, он там ездит. Вот, это уже не вчера, это не завтрашний день, уже вчера уже происходит. Вот, и поэтому это дает, конечно же, толчок для сдвижек социальных. То есть этим может заниматься все, даже в том числе и дети. Может быть, мы сейчас к ним каким-то образом зайдем. Вот, потому что смысл-то в том, что дети, а если это все мы могут заниматься, то, конечно же, роли социальные, именно гендерные, да, они начинают... Сдвигаться, переливаться, корректироваться, да, меняться. То есть и это нормально. Вот, это нормально, и это может быть даже правильно, да, некоторые есть, можно сделать разделение гендерное, вот, и физиологическое мужчина и женщина. Это прям разные конструкции, потому что гендерно мы становимся, в принципе, очень похожими. Ну, как любят шутить еще часто мужчины, женщина тоже человек, да? Вот, а еще можно я хочу сказать вот про скандинавские и просто западные страны, почему это там сильнее видно. Я думаю, вот, что у нас очень большой этап был вот постройки коммунизма, да, так сказать, когда вот эта вся идеология, и мы просто стояли в некоторых структурных рамках, когда им нельзя было куда двигаться. Они более свободные, развивались там, и поэтому у них более-то ярко... Не более ярко, это просто происходит, и они это принимают. То есть, ну, со свободой мышления и всего остального. А у нас это просто принимается маленько с барьерами. Тут же происходит все это дело, хотя и в России уже есть примеры. И проникает это достаточно медленнее, да, и принимается самими людьми. Я думаю, что у нас некоторым рывком это происходит. То есть у нас как вот открылась в 90-х, да, граница, и все там, раз, и у нас там шмотки. А, и мы просто перевариваем теперь. Да, мы пытаемся переваривать. Те, кто повзрослее, им трудно это переварить. Те, кто помоложе, быстрее. А молодежь, которая будет, они сейчас вообще абсолютно нормальны. То есть посмотрим на тех же молодых людей, которые сейчас ходят на улицы, да, если раньше мы говорили, о, Эмма идет там в разноцветных этих, и все остальное, даже подсмеивались, то сейчас половина молодежи так ходит. И нет уже ни Эмма там, ни кого остальных. Ну, я не говорю уже утрированных там. Я не бомж, это питерский оверсайз. Да, да, да. Да, да, последнего времени. Ну, а как это все отражается на наших детях, мы поговорим сразу после рекламы. Программа «Время и дети» на Пилот-радио продолжается. Мои соведущие Артем Федоров, сооснователь среды образовательных возможностей СОВАМ, и Павел Хилько, основатель детского клуба «Верх тормашками», арт-педагог и психолог. Ну, а говорим мы сегодня о гендерных различиях, о роли мужчин и женщин, и в том числе о роли мужчин и женщин в воспитании детей. Ну, давайте мы приступим. Да. К тому, какие роли были раньше у мужчин и женщин. Мы уже поговорили, что папа работает, мама в основном занимается воспитанием детей. Как сейчас обстоит ситуация в современном мире? А, я даже предлагаю сместиться от гендерной и социальной роли, да, людей в социуме и культуре к физиологическим отличиям. Потому что гендерные... Так только без подробностей. Да, нет, понятно, да. Просто смысл в чем? Что гендерные роли, они в любом случае будут меняться. Сейчас они одни. Со временем. Да, конечно. Ну, под напором обстоятельств, как мы говорили. Конечно, они будут меняться. И к этому изменению, опять-таки же, дети должны это воспринимать нормально. То есть это естественное изменение. То есть таким образом двигается социум, да, двигаются технологии, двигаются устройства, двигается культура, двигается развитие там и так далее. И это нормальный процесс, к этому надо быть готовым. То есть ребенок должен понимать, что если папа утром готовит кашу, он не подкаблучник, а это счастливая семья. Да, потому что папа в этом... Потому что в этом случае папа, он физиологически, это мужчина, да, и он, с одной стороны, мужскую роль исполняет, да, играет, он как бы играет и живет в ней. А с другой стороны, он живет в социуме, в культуре, он имеет социальную роль. И это нормально. Опять-таки, даже та же готовка, вы поймите, что это выражение заботы и любви. Конечно, да, то есть это таким образом рассматривать очень тяжело. То есть должен он, не должен, это от желания идет самого человека, он сам такую роль на себя берет. То есть это нормально восприниматься может, он может на любую роль на себя взять. Вот. Но именно в контексте детей, да, почему мы это решили тему озвучивать, в том, что есть физиологические отличия. И ребенку, что когда он становится, когда он растет, развивается, да, ему очень важно понимать свое тело, понимать свои эмоции, понимать свои ресурсы, ощущения, да, которые у него есть, понимать свою физиологию для того, чтобы с самим собой жить в гармонии. И вот этой, вот этой штуки, этой штуки, да, не учат там ни школы там, да, и нет специальных учреждений для этого никаких. Это создается на 99% в семье. И в этом плане как раз взаимодействие в семье родителей с детьми, в этом плане оно крайне важно. То есть если гендерная составляющая, он может научиться в каком-то внешнем мире, то вот эта составляющая максимально, она передается внутри семьи. И здесь крайне важно общение обоих родителей с детьми, и ребенок в этом общении, это общение не только как бы там на словах, да, и общение в ситуациях, в действиях, в каких-то там, не знаю, играх там и так далее, да, во всей деятельности целиком, оно позволяет ребенку считывать, считывать вот эти вот различия физиологические. И они не только физиологические, они еще и психологические, вот. И вот эти различия, считывая, он формирует у себя картину понимания того, что каким образом это возможно, какие-то есть варианты, да, самому что-то пробовать, да, советоваться, вот, и так далее. То есть вот это вот общение в этом плане между родителем и ребенком должно быть открытым, вот, должно быть, то есть ребенок должен доверять в этом плане, в плане родителю, да, вот, что родитель может обсудить любой вопрос конструктивно, как бы, и конструктивно и с любовью к ребенку, да, что он не просто там отмахивает. Без агрессии. Без агрессии, без насилия, без каких-то там ведения каких-то там принципов, что там, да. Ну, понятно, без подзатыльника не плачет, ты же мужик. Да, вот, 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 без таких штук. То есть не с этой стороны объяснять мужскую составляющую, да, а со стороны именно изучения ребенком своих особенностей и помощи ему в этом. И вот здесь вот максимальная открытость и диалог родителя крайне важен, просто крайне важен. А его, ну, в существующем мире крайне мало, потому что у родителя мало времени на это. Вот, он работает, приходит домой, у него по статистике на ребенка уделяется в день, по хорошей статистике 15 минут, по плохой статистике 7 минут, вот, в день. И родитель уделяет ребенку. Слушайте, ну, у меня вот приходит отчет на телефоне, да, за, как это называется, экранное время, да, сколько ты проводишь. И мне кажется, что большинство мы проводим с телефоном больше, да, получается, вот, нежели вот с ребенком. Конечно, конечно. А вот этот аспект, он крайне важен в семье. То есть это прям один из, их немного, и вот это один из самых важных аспектов, которые в семье происходят. И вот в этом аспекте родителям на это надо крайне сильно внимание свое уделять, крайне сильное внимание концентрировать на этом вопросе. Чтобы эти 15 минут были с пользой. Ну, давайте вот поговорим, скажем так, с такого угла, а именно роли, да, родителей, а роли папы в воспитании и роли мамы в воспитании. То есть я сейчас, вы поймете, о чем я хочу спросить, я на двух примерах объясню. То есть кто должен воспитывать мальчика, кто должен воспитывать девочку. То есть если у нас, мы уже говорили, что папа готовит кашу, что папа там отводит детей в школу, а мама работает программистом, и это нормально, если всем комфортно, это нормально, и все вот эти домашние дела, они там размыты, кто первый пошел с работы, тот и готовит. То если считалось, что там папа должен воспитывать сына, да, там на своем примере, а мама должна дочку воспитывать, вот на двух таких примерах я хочу привести. Это реальные примеры, мои наблюдения, когда родился горячо любимый сын, долгожданный, поздний, и папа сказал, я хочу, чтобы он был настоящим мужчиной, но по роду деятельности своей он действительно, дай бог, 7 минут уделял ребенку в день. И поэтому мама вокруг этого ребенка, вокруг этого мальчика, и холила, и лелеяла, и все капризы его выполняла, но папа сказал, что я хочу, тоже его так же холил, лелеял, покупал игрушки, там, зацеловывал, но при этом говорил, он будет настоящим мужчиной, и путь он этот видел отдать его в Суворовское училище. То есть приблизительно до восьмого класса, ну, мы так посмотрели и думали, что ребенок будет расти в дикой какой-то любви и заботе, а потом раз и мужчина, да, сразу. То есть не папа там брал на себя роль, а он именно видел прохождение, чтобы он стал мужчиной через вот терни какие-то, через дисциплину, через там возможные какие-то ограничения, да, и прочее. И второй такой момент, тоже это наблюдение, буквально недавно у нас прошел праздник, День Святого Валентина, и моих друзей ребенок, девочка-второклассник, и в домофон позвонили, мужской голос ответил, что мы пришли поздравить вашу дочку. Мы все напряглись, что взрослый мужчина пришел поздравить девочку второго класса. В 8 лет оказалось, что просто ребенок особо не дотягивается до домофона, и папа привел, причем папа, родители не были знакомы, и папа привел сына, сам стоял там из-за двери, выглядывал тамбурные, но папа привел сына, сам позвонил, чтобы он поздравил там очень трогательно, с каким-то там подарочком, с цветами, там, с какой-то атрибутикой 14 февраля, чтобы сын поздравил вот девочку с 14 февраля. То есть вот я о чем. Действительно ли, что папа должен заниматься воспитанием сына, чтобы вот показать, какой должен быть мужчина, а мама воспитанием дочки, или это уже действительно все размыто? Вот сложно тут сказать, знаете, как я бы шуткой, и с прошлого времени воспитанием занимается бабушка. Вот, то есть как бы... Ну это, знаете, в наше время это счастье. Да, а в наше это уже счастье, во-первых, а во-вторых, на самом деле очень многие родители сейчас, наоборот, воспитывают сами, потому что считают, что воспитание, которое дают прошлое поколение, маленько не соответствует настоящему времени. Вот, да, то есть поэтому я говорю шутка из прошлого. Вот, я думаю, что ребенку, девочке или мальчику некоторые вещи или некоторые разговоры с ним проводить должен все-таки человек того же пола, то есть мужчина или женщина, но это какие-то личные вещи или касаются именно направления, каких-то деятельностей или еще чего-то, потому что мальчик все равно стремится к папе. Ну, как бы он хочет быть как папа. Дай бог, чтобы каждый сын считал своего отца героем и авторитетом и стремился стать таким, как он. И то же самое с девочками, дай бог, чтобы так было. Вот, но в целом воспитывают двое всегда. Поддерживают в начинаниях. Что значит воспитание? Мы поддерживаем в начинаниях, пытаемся на примерах или еще как-то показать, где плохо, где хорошо, вот, и не мешаем ребенку развиваться, пробовать, испытывать этот мир и все остальное. То есть, грубо говоря, вводим, осторожно следим за ним, чтобы ничего не случилось и чтобы он развился и социализировался. Но какие-то темы, кто такой настоящий мужчина, вот, я думаю, да, папа должен сесть с мальчиком и поговорить. А если папа сам еще не понимает? Если папа еще молод? Нет, значит, они будут рассуждать. Если папа готов рассуждать об этом, значит, хотя бы он уже на пути к этим пониманиям. И понять, кто такой настоящий мужчина или кто такой настоящая женщина, даже в такой игре, как совместная жизнь, да, или семья, или как это правильно сказать, да, это достаточно сложно. Это длительный, я считаю, процесс. Я считаю, что это процесс понимания, рефлексии, потому что происходят опять-таки изменения и в жизни, и в семье, и дети растут. Вот, и пара, если встречается, до начала она одна, потом с детьми, потом снова становится одна. Роль каждый раз меняется. Потом появляются еще и внуки, вот. Поэтому некоторые разговоры проводят, да, я считаю, грубо говоря, однополые особи. Извиняюсь. Да, здесь я, может быть, сразу добавлю, что крайне важно было бы, чтобы эти разговоры проводились бы с посыла ребенка. Это как Кроха сын к отцу пришел и спросила Кроха, да? Да, а не папа пришел и сказал, вот тебе там исполнилось 13 лет, 15-16, давай я тебе расскажу. Зачем мы тебя родили. Об чем, пчелка. Вот, это, то есть должен быть запрос со стороны ребенка, и он чаще всего есть, вот, с разными аспектами. Это могут быть поначалу какие-то и простые вещи, которые проговариваются, обсуждаются, вот, а потом они становятся более глубокими и более, скажем так, личными. Вот, но здесь я еще хотел на ваши две ситуации сделать комментарий. Вот, по первой ситуации, по поводу Суворовского училища, да, смысл в том, что мужественность и вот это вот ощущение своего пола, оно возникает намного раньше, а не в восьмом классе. И к восьмому классу фактически ребенок уже понимает многие конструкции, которые существуют. Мы это наблюдаем прям за детьми. То есть это возникает намного раньше. То есть это возникает, там, с четырех лет начинается, вообще с трех-четырех лет, и это видно, как это растет, двигается, что они уже, они уже разные, девочки и мальчики, несмотря на то, что есть там социальное и культурное воздействие над них, они по-другому, по-разному себя чувствуют, по-разному двигаются, по-разному, в разные игры играют какие-то, да, в разные ситуации вступаются, да. По-разному реагируют, да, по-разному реагируют, там, и так далее, вот, по-разному переносят разные ситуации. И вот эта вся тренировка, она идет, и наработка идет с очень раннего возраста. То есть к восьмому классу уже все, там, если, ну, то есть нет, можно, конечно, переломить человека еще в этом возрасте, да, суметь. И, в принципе, чем занимается вот эта конструкция. Но почувствуй, это чувствуется раньше, и раньше нужно взаимодействие осуществлять родителям и с детьми. Вот, при этом, даже если у папы не хватает времени на это, да, и он как бы мало только может время уделить, здесь можно это компенсировать другими вещами, да, то есть, во-первых, уделять это время какое-то все равно, да, и все равно очень живо реагировать на запрос со стороны ребенка. Потому что ребенок понимает, что там тоже, да, родитель пришел, у него там есть какое-то небольшое количество времени, и он в это время делает запрос. Ну, а у нас сейчас пришло время рекламы, мы продолжим сразу после нее. Время и дети Программа «Время и дети» продолжается. Сегодня тема нашего эфира – это гендерные различия роли мужчин и женщин. До рекламы мы говорили, какую роль мамы и папы играют в воспитании, обсуждали конкретные ситуации. Артем, продолжите. Да, да. То есть, вот в первой ситуации, да, закончим буквально два предложения о том, что родителю важно именно отвечать на запрос ребенка. То есть, это очень концентрировано и это очень эффективно, это крайне эффективно. Когда ребенок запрос… То есть, не пропускать это. То есть, уделить там 5, 10, 15, 20, 30 минут, но вот по запросу. И это прям ребенку будет очень большие сдвижки давать. Вот. А это по первой ситуации. А по второй ситуации, значит, можно сказать следующее, что это вообще очень интересная ситуация. Вот. Потому что раньше, например, там лет 20-30 назад такое представить было бы тяжело. Ну, с мамой все Валентины это вырезали. Конечно, там все, конечно, все совсем другой был процесс. И смысл здесь в том, что это очень хорошо, что родители хоть каким-то образом пытаются в эту ситуацию реализовать. Это очень круто. То есть, не иди, узнай, где это как-то на улице. Да, или сам делай там, или вообще не делай, тебе еще рано там. То есть, не такие конструкции включаются, как раньше они были. А вот что родители пытаются... Конечно, это, поскольку у них нет подобного опыта, и никакого наблюдения подобного у них тоже нету, они, конечно же, много разных таких ошибок могут допускать, и это понятно, и это нормально. Но при всем при этом, это колоссальный опыт и для ребенка, и для родителя. Родитель в этом растет, и он начинает понимать, что структура социальная меняется. Что ребенок растет. Опять же-таки, у ребенка был запрос поздравить девочку, да, а родители это реализовали. Сказали, мы поможем так. Они помогли ребенку, нет. Я думаю, что тут может быть диалог. То есть, ребенок может просить в каких-то моментах помощь, но не может дотянуться до домофона. Значит, ему тяжело что-то сказать, например, первый раз. Ну и страшно идти, девочка же не одна живет, папа откроет. Да, вот, то есть, когда папа рядом, это дает уверенность определенную. Это тоже надо понимать, и это нормально. Вот, и когда ребенок эту ситуацию реализует и проживает в итоге, он понимает, первое, что тот родитель, который рядом с ним, это очень сильная и мощная фигура. Во-первых, да, вот тут растет колоссальный авторитет родителя. Вот, и ребенок понимает, что ему всегда помогут. В любой ситуации, которую бы ребенок там не делал, да, ему помогут. И это очень круто. Иметь такое понимание внутри. От этого взаимодействие родителя и ребенка, оно максимально укрепляется. Вот. А давайте вернемся к любовной вот опять теме. Вот мальчики, да, кто мальчику должен объяснить, как нужно относиться к девочке. Давайте только мы не будем говорить, что мальчик должен смотреть на папу, что делает дома папа, если папа дома в компьютере сидит и, не знаю, там, в телефоне, да, например, новости читает после работы. Вот как нужно, ведь как дети считают вот этот первый конфетно-букетный период? Конфетно-букетный период прошел у их родителей до рождения этих детей. Вот как ребенок, вряд ли же он придет и скажет, не все могут, ну, дети там придут и скажут, там, я там влюбился в девочку, вот что мне делать? Это же стыдно, там, во втором классе об этом говорить, как обычно говорят, да, там, ты что, дурачок, в девочку влюбился? Дразнилки такие были, и сейчас, я полагаю, есть. Вот кто должен говорить все-таки об отношении мальчика к девочке? Папа или мама? Почему такое разделение? Да, в данном случае вообще ребенок должен спросить, у кого то. А родители будут ответить вместе? А если ребенок не знает, вот он не знает, как выразить свои эмоции и как-то спросить? Может, 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 он понимает, причем, потому что, вы правильно описываете ситуацию, что в семье роли могут смещаться, они могут быть по-разному реализованы, разное время проводится с детьми, с ребенком проводится по-разному, вот, и ребенок, исходя из этого, он определяет, кто в конкретной ситуации ему сможет лучше помочь. И это правильно. А, то есть от папы не дождешься, он и маме никогда слова о любви не говорит, значит, из двух бед выбираем маму. Ну, если прям очень грубо, если прям очень грубо, то да, конечно. И это нормально с точки зрения социальной, это первый момент. А второй момент, вот эти взаимоотношения, они, именно любовные взаимоотношения, они как раз в социуме имеют один из самых быстрых изменений. Потому что это прям очевидно видно, когда подростки, взаимодействуя, они не опираются на опыт родителей. Потому что уже изменена культура и изменен социум, что те подходы, которые делали родители, они не работают вообще. То есть те подходы, которые делали папы, сейчас делают девочки. Я правильно понимаю? Нет, потому что сами по себе подходы изменились. Вообще, не в плане того, что роли, они ролями обменялись, а в плане того, что... Нет, ну кто заводит знакомство, да, кто там проявляет знаки внимания, ведь сейчас очень сеть пестрит тем, что... Вот именно, что сеть, не на улице, а не... Конечно, изменилась. Родители не умеют знакомиться через WhatsApp. Это очевидно. То есть они не смогут ничего подсказать. Нет, почему, может быть, и могут, но это прямо из ряда вон, из ряда вон заходящие. Хорошо, тик-ток, всё, уже сразу выключится. Всё, да, а для ребёнка это в порядке вещей. В этом... Я про что говорю, что для них использование существующих инструментов, они намного более лучше понимают это и считывают это из культуры, потому что они наблюдают за этим процессом. В смысле, это интересная тема. Они смотрят, как их ровесники это делают, как делают там, может быть, братья и сёстры там, да, вот как это происходит вообще, как это описывается, какие ролики на этот счёт есть и так далее. Они впитывают... Они... Не впитывают, неправильно. Они оттуда вынимают информацию через свои фильтры при этом. То есть это не в чистом виде происходит. Они вынимают туда информацию достаточно структурированную и достаточно той. Причём после этого они делают пробы, и видно, что она может получиться, может не получиться. Это тоже нормально. И они в этом плане двигаются. И поскольку им эта тема сейчас интересна, они в этой теме двигаются. Родители же в этой теме сейчас не двигаются. Ему это было интересно 20 лет назад, конечно. А сейчас, более того, их... Какой тикток у меня квартальный отчёт, да? Конечно, причём их сфера интересов, даже если она направлена в эту сферу, то совсем на другие аспекты вообще. То есть, и поэтому в этом плане родители мало чем могут помочь. Вот в чём смысл. Ну, давайте ещё такую тему затронем. Вот если ребёнок ласковый мальчик, спокойный, или наоборот такой вот эмоциональный, ну, то есть чувственный, да, но папа хочет, чтобы вот он был самбистом. А ребёнку не нравится. Не бить, никогда его бьют. Вот на самом деле, смотрите, мы вот и с этим примером, да, папа хочет самбиста, и с примером Суворовского, мы возвращаемся к тому, о чём начали говорить, о гендерных ролях, которые пришли когда-то, и которые у людей, которые прям вот засели в них как структура, не смывают. Ну, действительно, как бы сейчас роли не были, как границы не были бы размыты, и роли там перемешаны. И тут вопрос, что значит, кому что делать. Если человеку, ребёнку не нравится самбо, да, там, или не нравится жёсткость какая-то, или не хочет он суворовская, то есть либо восьмой класс, он явно уже сам скажет родителю, и причём может достаточно жёстко сказать, насколько мы видим всех подростков, да, если его совсем уж вывести, расстройтесь себе. Вот, то про самбо, это, во-первых, у ребёнка начнётся истерика, это вот как психолог сейчас говорю, начнётся истерика, начнут статься барьеры, если ему это совсем будет отрицательно, не нравится. То есть если человек видит, что ребёнок его истерит, и не хочет идти, или как-то у него меняется настроение, или ещё что-то там, вот, то, извините меня, о чём ты думаешь вообще? Сохранность ребёнка, это же не только физическая. Ну, согласитесь, что, несмотря на то, что роли уже там все перемешаны, и границы размыты, ну, вряд ли, когда рождается мальчик, папа говорит, у меня родился мальчик, отдам его на балет, или замечательный гимнаст у меня родился. Все же ещё стереотипно говорят, футболист, хоккеист, ну, в крайнем случае, бегун. А если папа в балете, болерут, да, он что скажет? Ну, таких же меньшинство. Здесь могу добавить. В балете-то один солирует, а в футболе сколько? Потому что если хочется, чтобы сын, как бы, хорошо понимал свою мужественность, да, свой стержень там, свои особенности, решение этой ситуации, чтобы он стал понимать, это не отдать его в суворовское училище. Ему там это не объяснят никаким образом. Там нет таких людей, которые это могут объяснить. И показать на практике, нет, там эта штука вообще не про это. И таким же образом никакая секция по самбо, ни мужественность, она не учит. И вот в этом-то самое главное. А учится мужественность, это папа. Ну, почему? Ударили, упал, встал, мужественность? Нет. Сила воли, характер. Это не... Ну, то есть там можно разные моменты здесь посмотреть, но это не мужественность. Ну, давайте подискутируем об этом сразу после рекламы. Время и дети. Программа «Время и дети» продолжается, ну, а точнее, подходит уже к своему завершению. Сегодня мы обсуждали гендерные различия роли мужчин и женщин, в том числе и в социальном обществе, и в воспитании, роли воспитания детей. До рекламы мы говорили, как объяснить ребенку, что такое мужественность. И если родители хотят видеть своего сына мужественным, как им нужно это сделать? С помощью кого? Каким методом им прибегнуть, если своим примером не всегда удается показать? Вот. Даже если не удается показать примером, да, участие родителей, ну, например, по мужественности, участие папы, оно крайне важно, потому что папа понимает этот аспект жизни, да, в отличие от мамы. Вот. Он его чувствует, он его проживает, он им пользуется, и он может это рассказать. Ну, то есть папа любой профессии может рассказать ребенку лучше мамы, что такое мужественность. Конечно. И это прям, вот это прям нужно делать. И так же и наоборот. То есть как мамы девочкам рассказывают другие аспекты. А, например, что необходимо заботиться о папе, о мужчине? Да. О ребенке. Да. То есть семья, эта конструкция, и вообще дети, потому что дети — это часть женщины. Угу. Больше. Ну, то есть физиологически. Ну, по крайней мере, на год раньше. Да. Да. И в этом плане и женщины по-другому к детям относятся, именно как к части себя. И этот аспект передать девочкам тоже, это очень важно. То есть там есть ряд различий, прям очень сильных, которые, и вот про это должны родители говорить. Хорошо. Неудобный для вас, наверное, вопрос задам. Может ли семья, где присутствует по той или иной причине один родитель, ну, не обязательно это мама, но, как правило, это мама, к примеру, может ли мама воспитать мужественного человека, мужчину? Конечно. Не залюбит ли она его? Не факт. Все, опять-таки, зависит от мамы. Хорошо, а как маме тогда в таких случаях? Множество примеров. Если женщина хочет воспитать мужчину из своего мальчика, ну, понятно, что мужская роль, она бы очень желательна. Но если такого нет. Но за неимением. Но за неимением, да, у нас есть очень много примеров из книг, из фильмов, из хороших. Не то, что фантастику какие-то или еще что-то. Берем книги, вот, допустим... То есть не на «Железном человеке» объясняем, как какой должен быть защитник. Вы знаете как? Любой фильм можно рассмотреть с точки зрения мотивации, стремления к цели, достижения цели, всего остального. И «Железный человек» не всегда плохой пример, особенно смотря какой возраст. Но берем, допустим, из наших русских былин, там, Илья Муромец, или более молодые, да, там, про летчика Моресева, там, или про Павла Корчагина. То есть множество примеров. Таких примеров можно найти даже сейчас. Можно отличенных от военных действий каких-то найти. Допустим, почитать, я не знаю, там, «Ремарка», допустим, или еще что-то. Множество, множество примеров, когда можно воспитать или сформировать, скажем так, авторитеты некоторого героя для ребенка, который будет наделен характеристиками мужественности, как представляет женщина. Опять-таки, женщина иногда гораздо четче может представить мужчину в мужественности, чем сам мужчина. Потому что она должна понимать, какой мужчина нужен ей, какой мужчина должен быть в семье для заботы, для обеспечения, для всего остального. Поэтому вот тут, как бы, я скажу, что не факт, что на 90, на 100% мужчины объяснят лучше мужественность, чем женщины. Я думаю, найдутся женщины, которые прям смогут... Но, тем не менее, здесь все равно еще маленькое, два прикольные предложения, что главное, чтобы мама, если она одна в семье, чтобы она не ограничивала общение ребенка с мужчинами. Вот это крайне важно, потому что ребенок он сам будет вытаскивать из других мужчин в округе то, что ему надо. Ну, то есть, ну, водитель автобуса, да? Да, конечно, нет, друзья какие-то, нет, друзья, соседи. Это может быть у нас просто ряд примеров прямо есть, да? У меня прямо есть ряд примеров у нас есть, что, да, дети, мамы, которые одна, они ходят к друзьям или соседям, которыми дружат как раз к мужчинам, которые как раз с ними взаимодействуют, и они вытягивают. И они очень, им это нужно, это есть такая потребность. И главное это не ограничивать, и вот, чтобы это происходило, и все, и ребенок сам возьмет. Тут возникает больше вопрос, чтобы мама маленько сама поняла, что она растит мужчину. И, грубо говоря, не залюбила его по-женски. Ну, то есть, не сделала из него неженку и все остальное. Вот в чем вопрос больше возникает всегда, чем в том, как воспитать мужественного мужчину, если вы не имеете возможности, ну, если у вас нету... То есть, изначально необходимо разобраться в своих эмоциях? Конечно, конечно. Ну, и, кстати, про эмоции. У вас есть новость? Да, у нас совсем небольшая новость для всех, кто нас слушает, слышит и кому мы нравимся. И кому нужна помощь. На самом деле, я думаю... Я открыл свою школу ЭМИ, школу эмоционального интеллекта. Ну, ЭМИ назвал авторское... Со своей авторской программой. Это примерно 12-14 уроков, грубо говоря, скажем так, да? И чему же там учимся? Учимся распознавать эмоции, понимать желания, контролировать состояние, следить за мотивацией своей и всех, кто рядом. А, следовательно, делать жизнь проще, прекраснее и счастливее. Это краткая информация, которую я выкладываю. Кого вы ждёте, детей или их родителей? Тут вопрос такой. Ждём детей от 7 лет, когда они осознанно могут понимать эмоции и могут рассуждать об этом. Возможно, возраст... Мы даже разделим группы, если наберутся много 7-8-летних и более старших. Но мы не ограничиваем верхний возраст. Потому что работать с эмоциями, понимать эмоции, переживать эмоции или ещё какие-то вещи, эмоции, что это страхи, злость, счастье, радость, огорчение, печаль. Это всё эмоции. И если есть взрослые люди, которые умеют с этим совсем жить, переживать и не уходить в крайности, то, слава богу. Но чаще всего такое встреча редко. Поэтому если взрослые хотят к нам присоединиться, мы открыты. Вот это всё происходит на базе Совума, и всё можно найти информацию либо в группе Совума ВКонтакте, либо в группе Верхтормашками, тоже ВКонтакте. Это была программа «Время и дети». Мы вышли из каникул, и вы можете услышать нас ровно через неделю на частоте 102,7 FM. Ну а сегодняшнюю версию программы, видео-версию программы, вы сможете найти на портале Твериград. Буквально скоро она там появится. И также вы можете присылать нам ВКонтакте или на портал Твериград свои вопросы. Мы обязательно обсудим ваши ситуации и постараемся дать вам рекомендации и советы. Живите дружно и любите своих детей. «Время и дети». Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. «Время и дети». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова